В эфире выпуск новостей в студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! О самом главном к этому часу далее в программе. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уходит на самоизоляцию. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. Глова региона контактировал со своим заместителем Романом Гадуниным, у которого диагностировали коронавирус. Владимир Сипягин добавил, что будет работать в дистанционном режиме. Он рекомендовал своим коллегам, которые контактировали с Гадуниным, также временно уйти на самоизоляцию. Теперь о цифрах заболеваемости в регионе. За минувшие выходные в области зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз поставили 24 пациентам. Случаи заболевания зафиксировали в 12 муниципалитетах. Наибольший прирост в Ковровском районе 4 человека с COVID-19. По 3 новых случаев во Владимире, Гороховецком и Петушинском районах. По 2 в Гусь-Крустальном, Муромском и Александровском. По 1 новому заболевшему выявили в городе Радужном, Кольчугинском, Меленковском, Селивановском и Юрьевпольском районах. За последние сутки в регионе не зафиксировали ни одного выздоровеющего от коронавируса. Два человека скончались. Губернатор Владимир Сипягин отреагировал на проходящее возле здания администрации области одиночные пикеты обманутых дольщиков из микрорайона Коммунар. Глава региона лично вышел к мужчине с плакатом. Уже два года собственники жилья не могут въехать в свои новые квартиры. Их дом застройщик возвел с нарушениями, построив два лишних этажа. Губернатор Владимир Сипягин рассказал представителю пострадавших жителей, что он детально знаком с проблемой и в администрации не раз обсуждалось, как помочь людям. Владимир Сипягин пообещал взять ситуацию под личный контроль, пригласив дольщиков на очередное заседание рабочей группы по этому вопросу. В мое предложение, значит, непосредственно ваше участие в заседании рабочей группы по именно этой проблематике, по проблематике вашего дома, вместе слушаем коллег моих, город, значит, сотрудников других, в том числе федеральных структур, и вместе принимаем решение, потому что вот от этого будет эффект. Школьные линейки 1 сентября состоятся, но не для всех. Праздничные мероприятия запланировали только для первых, девятых и одиннадцатых классов. Об этом сообщили в департаменте образования. Линейки пройдут на улице. Для других школьников состоится первый урок. Он будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Новый учебный год предварительно начнется в очном формате. Во Владимирской области проверено и принято 80% образовательных учреждений. Во всех школах будут дезинфицирующие средства и обеззараживатели воздуха. Центры занятости населения с сегодняшнего дня переходят на очную форму работы. Теперь встать на учет или получить справку можно лично, но прием ведется по предварительной записи и строго по графику. Посетители должны быть в масках и перчатках. В зале нужно соблюдать социальную дистанцию. Необходимую информацию можно получить на сайте Департамента труда и занятости населения. При этом все услуги по-прежнему можно получить и онлайн. Для этого достаточно подать заявление дистанционно через портал «Работа в России» или «Госуслуги». Посоветовавшись с губернатором, мы предложили ему частично открыть 17-го числа Центры занятости населения. Почему не полностью? Потому что есть постановление правительства 460-й, где есть временный порядок работы Центров занятости населения. И там четко прописано дистанционный режим работы. Но мы понимаем, что мы должны оказывать государственные услуги. И поэтому Владимир Владимирович Сепьягин согласился с нашим предложением. Основная задача, которую сейчас решают региональные центры занятости, трудоустройства, зарегистрированных безработных. Их в области сейчас 30 тысяч человек. И это много, подчеркивают в администрации области. Такую статистику связывают с увеличением ежемесячных выплат. Максимальное пособие для граждан, потерявших работу, составляет 12 130 рублей. Минимальное – 4,5 тысячи. В Центре занятости подчеркивают, работу старались организовать максимально удобно для посетителей. В каждом Центре занятости будет телефон, по которому можно будет записаться. Это телефон только для записи граждан. Помимо этого, мы не стали ограничивать граждан в предоставлении госуслуг. То есть у нас режим открытого окна, будем так говорить. То есть любой гражданин может прийти с любым вопросом, с любой проблемой, которая будет решаться. Стекольные предприятия Гусь-Хрустального района наращивают объемы производства. Несмотря на пандемию, показатели отгруженной продукции по-прежнему на высоком уровне. В ходе рабочей поездки несколько крупных предприятий посетил председатель законодательного собрания Владимир Киселев. Об итогах визита расскажут мои коллеги. Стекольный завод в поселке Красный Октябрь был основан еще в начале прошлого века. Тогда труд рабочих был очень тяжелым. У раскаленных печей работать приходилось по многу часов. Сегодня в горячих цехах по-прежнему жарко, но процессы почти полностью автоматизированы. На 70%. Больше, к сожалению, невозможно, потому что людям надо работать. Если будем больше менять людей, то останется полностью роботы и техника. А народ куда девать? Стеклохолдинг «Глаз Декор» – крупнейший производитель стеклянной бутылки в России. Предприятие выпускает тару для алкогольной продукции. На предприятии 300 сотрудников. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Женщины здесь работают на упаковке продукции. Следить, чтобы бутылка не застревала. Ориентировать ее. Где-то мы ее прокладываем бумагой, где-то прокладками. Ну, в общем, в этом заключается наша работа. У полетайзеров другая работа. Они уже сажают ее конкретно в коробке. В сутки здесь делают 300 тысяч бутылок. Предприятие активно развивается. Не так давно построили склад для готовой продукции. Объем инвестиций составил свыше 70 миллионов рублей. Всего в Гусь-Хрустальном районе 7 стекольных предприятий. Это 90% от всей промышленности муниципального образования. Исторически сложилось, что основа экономики у нас в районе – это стекольная промышленность. И слава богу, что 7 стекольных заводов сегодня стабильно работают, инвестируют в свое производство. В прошлом году стекольные предприятия района выросли по объему промышленного производства на 35%. В этом году показатели тоже хорошие, несмотря на кризис, вызванный пандемией. Это говорит о том, что и районная, и городская власть, и сами, в первую очередь, руководители предприятий, да и рабочие сделали все возможное, чтобы производство не останавливалось, и чтобы предприятия развивались. Владимир Киселев также посетил завод ветеринарные препараты. Предприятие работает с 1942 года. Сегодня оно выпускает более 40 препаратов для лечения сельскохозяйственных и домашних животных. Да, мы активно сотрудничаем с Академией Скрябина ветеринарной. С Москвы у нас есть здесь филиал Академии Скрябина, то есть работа со студентами, с аспирантами. Мы стараемся раз в три года выпускать хотя бы один новый продукт. В состав лекарств входят натуральные компоненты. Один из препаратов – пихтаин – применяют для лечения животных от экзем и ожогов. Применяем натуральных препаратов, такие как живица сосновая. Практически сейчас мало кто ее применяет, потому что она очень дорогая и очень ценная. Здесь также и воск есть натуральный. По итогам визита в Гусь-Хрустальный район Владимир Киселев отметил, что одна из проблем по-прежнему остается актуальной – это плохие дороги. В Гусь-Хрустальном районе, прошу прощения за выражение, убитые дороги во многих случаях. И нужно изыскать денежные средства, в том числе, я думаю, не бояться брать кредиты. Весь мир живет за счет кредитных средств. По мнению спикера областного парламента, области нужна масштабная программа реконструкции и строительства дорог. Оксана Любимова, Татьяна Гордеева и Константин Миронов. Губерния, 33. И к другим новостям. Жители микрорайона Юревец больше 10 лет не могут добиться строительства дороги на улице Славная. Вместо асфальтированного участка насыпь щебня, тротуаров нет, а от проезжающих машин постоянная пыль. Мои коллеги расскажут подробнее. Застройка микрорайона Юревец идет полным ходом. На улице Славная уже много сданных и заселенных домов, а вот асфальта там до сих пор нет. Жители новостроек жалуются, что по дороге не только ездить трудно. Поход до магазина, поликлиники и остановки занятия тоже не из приятных. В ясную погоду здесь всегда пыльно, а в дождливую грязно. И вот когда проходишь, проезжает машина, то песок, пыль, она просто стоит столбом. Не то, что взрослому человеку дышать тяжело, не говоря уж о ребенке, когда он находится еще ниже, да, возле проезжей машины. Конечно, хотелось бы, чтобы уже оборудовали дорогу и не было таких проблем. Марина Семина приобрела жилье на соседней улице три года назад. Девушка даже и подумать не могла, что за это время дорога тут так и не появится. По ее словам, местные жалуются на неудобства уже давно, даже обращаясь в администрацию, но результата никакого. Это ни в какие уже рамки не входит, потому что дорога на самом деле плохая. Но здесь просто люди ходят, это такое отношение не человеческое. Люди, дети, площадки, еще раз повторюсь, вдоль этой дороги детские площадки, они не ограждены никаким забором и так далее. То есть вот этой пылью дышат дети. В мэрии сообщили, в этом году дорогу отремонтировать не смогут. Средств в бюджете на нее не предусмотрено. Есть еще муниципальная программа развития дорожной сети в городе Владимире. Но вот дорога на улице Славной, к сожалению, в этом году в эту программу не вошла. Ну, потому что дорог, которые необходимо строить, ремонтировать в городе Владимире, пока еще значительно больше, чем финансовых возможностей городского бюджета. Войдет ли асфальтирование дороги на улице Славной в планы городской администрации на следующий год, пока неизвестно. Список сейчас формируется. Помочь жителям могут депутаты горсовета и повлиять на то, чтобы объект включили в перечень на ремонт. Тем более, что в период предвыборной кампании для кандидатов это отличный способ проявить себя. Татьяна Гордеева, Елена Павлова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33. Владимирская епархия выиграла президентский грант в размере полумиллиона рублей на проведение форума, посвященного Андрею Боголюбскому. Он пройдет с 27 августа по 7 сентября во Владимире и Суздале. Этот человек, который действительно заложил основы русской государственности именно в северных пределах Руси и перенес сюда Владимирскую икону Пресвятой Богородицы и перенес сюда столицу политическое управление. И также здесь положил начало и крещение Руси уже более массовому. Программа форума будет насыщенной. Запланирован 10 днев на открытый пленэр профессиональных художников. Пройдет выставка исторического костюма. На соборной площади Владимирцы и гости форума смогут увидеть военно-историческую реконструкцию Древней Руси 12 века. Здесь же состоится праздничный концерт и фестиваль колокольного звона. В Патриаршем саду откроют художественную выставку, а в Суздале пройдет конференция, посвященная Андрею Боголюбскому. Я думаю, что для нашего края это будет очень интересное такое мероприятие, которое вовлечет, во-первых, всю нашу интеллигенцию и тех, кто интересуется родной историей. Я думаю, что большой интерес будет со стороны и туристических фирм. Мы сегодня не все знают это имя. А сейчас у нас целая комиссия работает по формированию или как по прокладке таких туристических паломнических маршрутов. В минувшие выходные Суздаль принял сразу несколько культурных событий. Одно из них – седьмой Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне». На нем выступили звонари со всех уголков России. С участниками фестиваля пообщались мои коллеги. Колокольный звон разносится по всей округе Суздаля. Площадка фестиваля «Лето Господне» по традиции стал древний Резоположенский монастырь. На его высокой колокольне выступили как опытные, так и начинающие юные звонарей. Кристина Дзейтова играет на колоколах около 10 лет. Инструмент освоила благодаря барабанной установке. Девушка признается, занимается этим нерегулярно, только когда нужно подменить кого-то из звонарей или получается попасть на фестиваль. На этот она приехала впервые. Да, я просто играю на ударных инструментах, эти все вообще, и колокола, и разные ударные, они все между собой связаны, поэтому тяга была изначально от ударных инструментов. Старший звонарь преподобенской колокольни и один из преподавателей Суздальской школы звонарского мастерства Евгений Илюхин уверен, постичь это искусство до конца невозможно. По его словам, на фестиваль собираются не ради состязания, а для общения и обмена опытом. Как нам Иисус заповедал, пусть кто хочет быть из вас первым, пусть будет для всех последним. Поэтому на фестивалях звонарских нет соревновательных моментов, даты там первое, второе место. В этом году на фестивале впервые не было участников из других стран. Из-за пандемии с трудом получилось собрать хоровые коллективы. Многие из них даже не успели приступить к репетициям. Список звонарей пополнялся вплоть до дня фестиваля. Ну и вообще нужно понимать, что до последнего момента практически мы не были уверены в том, что нам удастся провести эти фестивали. И вот сегодня, когда представляли звонарей, вы видели, что на стану вышло даже больше звонарей, чем заявлено в программе. Ограничений по количеству гостей не было. Послушать духовную музыку и колокольные перезвоны смогли все желающие. Среди посетителей были даже те, кто приехал из-за профессионального интереса. Плюс очень интересно сравнивать, как звонят звонари из разных городов. Можно также узнать, кто какого педагога занимался. Это очень видно по рисунку, потому как звонит каждый из них. Несмотря на то, что программу фестиваля сократили до одного дня вместо двух, сохранить устоявшиеся традиции все же удалось. Поэтому концерты колокольных звонов чередовались с выступлениями хоровых коллективов. Ольга Ельфимова, Елена Павлова и Дмитрий Манапов. Губерния 33. Еще один фестиваль уличных театров прошел впервые. Сразу на нескольких площадках города выступили два десятка творческих труб. Показать свои представления приехали коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Иваново, Татарстана и других регионов страны. Фестиваль организовали на средства областного гранта в размере 300 тысяч рублей. Организаторы надеются сделать мероприятие ежегодным. Мы хотим сделать его ежегодным. А назвать это, что мы планируем, мы пока не можем. Потому что сейчас что-то год такой, что планируя в нем, не планируя, получается все не так, как запланировал. Когда мы вывесили, что мы собираем участников фестиваля, то молва просто пошла и все набежали. И там проблема была не то, как их собрать, а то, как их, собственно говоря, отобрать. Программа с представлениями была расписана до самого вечера. В этот день можно было увидеть постановки в разных жанрах. Буфонада, кукольный театр, пантомима. Гости свободно перемещались по городу и выбирали понравившиеся спектакли. Актеры же старались вовлечь зрителей в свои представления. Весь интерактив, который был со зрителями, он был проработан. Это не просто так придумка. Это все сделано, как бусинки мы собирали, чтобы все очень четко было. Вот что-то не получилось у нас. Мы не ожидали. Но мы учли, учнем на следующий спектакль. Например, у нас не получилось на Ивана Купала собрать хоровод. У нас было первый раз такое, что мы не смогли. Почему-то решили все тянуть канат. Диалог культур народов Владимирской области. В Гнездилово красочно отметили День села межнациональным фестивалем. Гостей ждала выставка национальных костюмов и дегустация блюд. Наталья Забнина побывала на празднике. В руках гусли и гармонь за плечами редкий опыт музыкальной игры. Две подруги, Ксения Обухова и Ксения Крутого, объединились, чтобы сохранить национальную песню. Девушки играют на старинных инструментах. Гусли любят особенно. Они позволяют извлекать совершенно гармоничное сочетание звуков. А это свойство несет лечебную функцию, уверены музыканты. Информации о том, как на гуслях играть правильно, много. Но этому искусству важно учиться и только потом выходить к зрителю. Наша русская и мордовская, и вообще культуры, к сожалению, потерянные, забытые. Носители истинной традиционной культуры, они уже уходят из жизни. А мы, их последователи, которые пытаются ее понять, которые изучают ее, мы должны всегда на таких фестивалях участвовать. Звончатые гусли сменились с зажигательной плясовой. Делегации разных народов привезли в Гнездилово все, чем гордится их культура. Все они – жители Владимирской области. Каждый коллектив одет в традиционные костюмы. Они удивительно гармонируют на одной сцене. Здесь выступают и профессионалы, и любители. Нас всегда здесь поделила и щепеческала. Народный коллектив нежности села Туртино Суздольского района гастролирует по области регулярно. Артисты – энтузиасты своего дела. Репертуар составляют щепетильно. Важно сохранить фольклорную традицию и передать ее молодому поколению. Ко мне приходят люди. Люди просто хотят петь. И именно вот репертуар мы подбираем, то есть вот договариваемся. Будем, не будем, такая, не такая песня. Ну вот именно, что вот от души. Диалог культур – это не только праздник музыки, но и ремесел. Главная цель фестиваля – наладить общность культуры, завязать дружбу. И легче всего сделать это оказалось на языке творчества. Так посчитал автор проекта Сергей Нечаев. Он – житель села Гнездилова и мечтал реализовать такой межнациональный проект. Шел к этому несколько лет и выиграл областной грант. В итоге в зрительном зале под открытым небом – аншлаг. Насколько люди соскучились по общению, по живому, искреннему, чистому общению, которое нам завещали наши предки на самом деле. И эта богатая древняя земля изначально основывалась, все ее богатство, на взаимодействии, культурном взаимодействии именно наций. На фестивале удивляли еще двумя искусствами – гостеприимство и кулинарии. Здесь царило полное взаимопонимание, потому что все участники говорили на языке искусства, а он, как известно, международный. Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов, Гуверния, 33. И в завершении выпуска о добрых поступках. Жительница Владимира раздает прохожим яблоки бесплатно. Ящик с урожаем она выносит к дороге, чтобы любой желающий смог его забрать. Такой подарок незнакомым людям женщина делает не в первый раз. Недавно она ставила перед своим домом банки с солеными огурцами. Урожай быстро разобрали. А поскольку яблок в этом году большой урожай, то и их она решила раздавать. Для того, чтобы прохожие взяли больше фруктов, женщина положила в ящик для прохожих пакеты. С утра мы их выставили для того, чтобы все желающие могли набрать яблоки с собой в преддверии праздника яблочного спаса, который будет 19 августа. Вчера бабушка проходила мимо, она не видела, мы ей предложили и наложили ей целую сумку. Она ушла довольная. Жители города с удивлением отнеслись к такому подарку. Обычно ящик с урожаем ставят перед домом на продажу. Но здесь вместо ценников табличка «Берите бесплатно». Угощает женщина и своих соседей. Ну, я отсюда уже не беру, потому что у меня ее яблок много дома. Она меня дома угощает. Я даже вчера удивилась, когда она написала бумажку. «Берите бесплатно». И к этому часу все новости. Еще больше информации вы найдете на сайте trc33.ru и на наших страницах в социальных сетях. Оставайтесь вместе с нами, а эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Ее ведущий Роман Небов уже в студии. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. О чем будете говорить сегодня? Сегодня у меня в гостях директор департамента физкультуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач. И мы поговорим о старте футбольного сезона, о том, как реализуется региональный проект «Спорт. Норма жизни». Оставайтесь с нами.